В патче 2.10 в игру ввелись 7 новых гибридов, 3 из которых являются униками. Со временем, разумеется, многие смогли их создать, раскачать, протестировать, пощупать, поиспользовать в командах, ну и так далее. В итоге распределились они по силе примерно как в старой доброй сказке Ершова. Мы тоже успели присмотреться, поиспытывать новых уников, так что сейчас постараемся вам рассказать о каждом из них. Ну и начнем с новой имбы. Субтитры подогнал «Симон» Ладно, шутки в сторону. Так уж вышло, что 4RX однозначно оказался старшеньким, и тут вряд ли кто-то сможет поспорить. Откуда у разрабов такая любовь к заменщика, мне, например, не совсем понятно, но именно они почти всегда на первых парах становятся неадекватно мощными. Разумеется, 4RX исключением тут не стал. Начнем с теории. Уже сходу имеем средние показатели HP, довольно увесистый урон, ну и достаточно высокую скорость. Да еще и шанс крита 15%, а это не так уж и мало. Пройдемся дальше по способностям. Ну и, собственно говоря, кроме дополнительных, основные являются просто улучшенными скиллами фурозауры на максималках. Дерзкий удар сочетает в себе оба класса этого существа. Наносит 1Х урона с игнором брони, снижает урон на 50% на 2 атаки 1 ход. Ну и самого 4RX снимает уязвимость и кровотечение. Критическое отхождение, будьте прокриты переводчики, это ровно тот же шаг в сторону с его полным очищением, ускорением, но и гарантированным уклоном. Но только вдобавок он теперь еще и гарантирует крит на вашей следующей атаке. Осторожная хитрая ярость, это элементарно хитрая мгновенная ярость фуры, только бьющая на 2Х урона и снижающая урон на 50%, снимая все усиления критов и урона противника. Летальная ярость и побег, ну, собственно, говорит сама за себя. То есть это 2Х урона с игнором брони, снятием щита, автоматическим побегом, да еще и вешает отложенный урон на 34% от максимального хп цели на 2 хода. Дальше идут дополнительные способности, первая из которых это изоляция с раздиранием на стороже, по сути апгрейд способности дракорекса второго поколения. Наносит раздирающий урон в размере 40% от максимального хп противника, но не пробивает щиты и броню. В общем-то, все по классике. Кроме этого, улучшением является то, что, в общем-то, эта фигня вешает запрет на замену на 2 хода и вам, и противнику. Только вот стоит учитывать, что если фурорекс уже пробит больше, чем наполовину, то нанесет она не 40% от максимального хп противника, а всего 20%. Ну и последняя способность – это оглушающее препятствие. При попытке замены соперник будет получать в лицо 1Х урона, да еще и гарантированный стан практически, разумеется, учитываем сопротивление противника, но также вешает запрет замены на 2 хода. Ну и не отходя от кассы, упомянем сопротивление. 75% оглушению и по 50% замедлению и запрету замены. А теперь ближе к делу. Почему фурорекс настолько популярен и хорош, особенно на фоне той же фурозауры? Ну, в общем-то, как уже было сказано, абсолютно все его способности сильнее, чем у легендарки. При этом дают возможность более чем эффективно сражаться с толстыми и бронированными существами. В то же время мгновенки с постоянными отвлечениями и уклонениями с учетом довольно высоких хп и скорости ну и неплохих сопротивлений, разумеется, позволяют жить крайне долго и спокойно дождаться летальной ярости. Кроме того, улучшенный шаг в сторону можно использовать, чтобы фтанковать условную тормозящую ярость Гемини или Максимы, переждать их щит, ну а потом просто гарантированным критом обрушить всю свою мощь и еще и убежать. Пережить летальную ярость, если за ним выпал Царомагнус или Монолорино, как вы понимаете, практически невозможно. Тут же вспоминаем сопротивление. Видим, что как-либо законтролить фору Рекса довольно сложно. Станет сегодня, вероятно, редко, ну и с таким сопротивлением замедлению при определенной прокачке скорости обогнать даже заторможенную фору будет крайне сложно. Единственная очевидная слабость — это отвлечение. Ну и с ними можно справиться, если предугадать ход противника или использовать тот же критическое отхождение. Да и повешенная летальная ярость может закончить дело без нанесения прямого урона за счет кровотечения. Низкое сопротивление запрету замены я бы, честно говоря, особым минусом-то и не назвал, поскольку на самом деле мало кто может его повесить, а если и могут, то фора чуть ли не прямая контра этим существам. Но есть две способности, которые действительно делают фору Рекса настоящий имбой. Оглашающее препятствие напоминает ультимативную версию способностей змей, только вот урона у фору Рекса заметно больше, да и запрет замены вешает. Многие недоумевают по поводу гарантированного стана в этой способности, но на самом деле это позволяет избежать контратак некоторых существ, что выгодно выделяет его на фоне того же спиноконстриктора, который частенько ловит контратаки в лицо, и его уклонение уже не сильно помогает. Однако это всего лишь вишенка на торте. Порезу. У меня Максима. А, ну у меня, кстати, фору Рекс есть, да, сейчас. Давай я антарктовинатора и меняюсь сразу на это. Угу, угу, хорошо. Менялись. Ну, давай. Ну, сейчас этот документальное подтверждение нужно срочно. Есть! Твою мать! Что это? Почему мистер Андерсон? Почему? Вот так вот. Вот так вот. Жесть. Да, вы правильно поняли, изоляция с раздиранием на стороже запрещает заменяться даже тем, кто к запрету замены полностью иммунен. Кроме того, это все та же способность Даркорекса второго поколения или Драгоцератопса, которая наносит весьма большой урон, особенно с учетом не самого малого шанса крита новой форы. Так есть ли кто-то, кто действительно может как-то бороться с фору Рексом? Ну, разумеется, да. Главной и самой очевидной угрозой будут являться не менее имбовый скунозавр и крайне сильные в последнее время тесты Корнибусы. Правда, им стоит быть осторожнее, так как, дожив до летальной ярости, фору Рекс может просто-напросто уничтожить невнимательных танков. Менее очевидными проблемами могут стать Делараджазавр и Смилан Эймис. Они плевать хотели на уклонение и не особо страдают от отвлечений. Но им просто может не хватить дамага, чтобы убить фору Рекса до того, как он использует летальную ярость. Спиноконстриктор отлично противодействует отвлечениям, может переживать сокрушительные удары форы за счет возможности самому отвлечь на злойливую птицу, ну или же уклониться. Также сам пробивает уклоны так неслабо, да еще и вешает кровотечение после каждой пережитой атаки. Ну и, собственно говоря, убежать от него безнаказанно довольно проблематично, что как минимум позволяет выйти в размен с фору Рексом. Антарктавинатор не боится отвлечений, может за два хода развалить фору, но опять же, при этом ему нужно как-то успеть сделать это до ярости, что довольно сложно. Неожиданный контроль для многих станет... Туора? Да, именно так. По сути, не самую жирную фору Туора с максимальным дамагом просто замедляет, мгновенно добивает. В теории, трикозавр вкачанный в дамаг может с крита убить фору Рекса, но сильно рассчитывать на это не советую. Что же касается апексов, то рефренантем может попытать счастье со своими вечными отвлечениями, но в первую очередь я бы советовал присмотреться к Горготребоксу. Отвлечениями его не взять, сам он форе урон снизит, пробивая ее уклон, и вешая на себя свой, да еще и ускорится, а потом просто уничтожает ее яростью. Так что, если удалось пережить мгновенную ярость форы, Горго, скорее всего, не оставит ей шанса. Из главных друзей форы, первыми я бы, разумеется, назвал Царамагнуса и Моноларину, дополняющих ее способность к побегу, ну и, собственно говоря, какие-либо дамагеры, которые за один ход наносят крайне много урона. Тут же Мортем Рекс может неслабо так пробить противника, после чего, по старой доброй схеме с Дракетрексом, вы выводите фору Рекса и добиваете. Так является ли фору Рекс имбой? Да, однозначно является. Как можно это исправить, не убив его при этом? На мой взгляд, сопротивление трогать не нужно, а вот подрезать ему хп и урон стоило бы. Ну, либо срезать скорость, заставив тратить большее количество бустов именно на нее. Также было бы разумно ослабить как минимум пассивные способности, так как на данный момент именно они приносят наибольший дискомфорт в борьбе с фору Рексом. Особенно с учетом синергии и всех остальных его скиллов. Ну, а что вы скажете по этому поводу? Было ли это видео для вас полезным и есть ли у вас какие-либо предложения по данному формату? Пишите свое мнение в комментариях, а также будем благодарны за лайки и подписки. В следующий раз мы постараемся разобрать с двух оставшихся новых уников. Ну, а пока на этом мы с вами прощаемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok